МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24 в студии Терина Пёнова. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. О знаковых личностях и важных событиях в мировой истории в Саровском физико-техническом институте прошла конференция по гуманитарным и социальным наукам. В парке открылся летний сезон, что нового появилось в излюбленном месте отдыха горожан. Лучшая из лучших в ДТТ прошла церемония награждения воспитанников объединений дворца. Далее расскажем по всем подробно. Продолжается голосование по выбору приоритетного объекта благоустройства на 2023 год. Саровчане смогут отдать свой голос за сквер в районе дома номер один по проспекту Мира или зону отдыха на пруду Боровом. Проект, который наберет большее количество голосов, будет благоустроен за счет городского, областного и федерального бюджетов. Напомним, что оба объекта уже выставляли на голосование в рамках программы формирования комфортной городской среды в прошлом году. Тогда победил сквер за администрацией. Работы в первую очередь уже начались. Они включают в себя расширение, устройство дорожек, бордюров, цветников, выставки, газоны и так далее. Голосование продлится до 30 мая. Отдать свой голос можно на сайте «Голос за». Это занимает не более пяти минут. Чтобы Саров попал в проект, нужно, чтобы проголосовало как минимум 8600 горожан. В Сарфатыни Яумифи прошла 33-я студенческая конференция по гуманитарным и социальным наукам. 14-я конференция по истории. Все 190 студентов первого курса представили доклады, посвященные самым разным событиям мировой и российской истории. Подробности далее. 190 участников, 5 команд, 45 докладов. В стенах Саровского физико-технического института прошла ежегодная конференция по гуманитарным и социальным наукам. Студенты первого курса в течение недели представляли своим сокурсникам и жюри доклады, посвященные жизни известных исторических деятелей и различным событиям мировой истории. Ребята выбирали тему сами, да, по своим интересам, что им важно, что им интересно. Практически вот все команды выбрали сами. Ну, за редким исключением что-то я подсказывала. Но в основном все сами. То есть я очень рада, что они интересуются историей, что им интересны и крестовые походы, и Уолхалл, художник Энди Орхалл, и маршал Василевский у них там, и Эмилия Панкхёрст, и франко-прусская война. То есть очень много интересного разобрали. Конференция проходит каждый год для первокурсников, которые готовятся к экзамену по мировой истории. Во время пандемии научные мероприятия перенесли в онлайн-формат. Интернет вдохнул в нее новую жизнь. В этом году у нас не получается, конечно, пригласить членов жюри. У нас в этом году все очные жюри. Это преподаватели нашего института и студенты-победители предыдущих студенческих конференций. И также нам помогает очень православное творческое объединение «Мир». Роман Валевич Сванидзе и Ирина Михайловна Семенчук. Но у нас по-прежнему участвует с нами вместе Оренбургский государственный институт искусств имени Мстиславы и Леонида Ростробовичей. Студентам необходимо было объединиться в группу по пять человек и сообща выбрать тему. Для подготовки докладов пользовались и специальной литературой, и историческими сериалами. Во-первых, это наша первая конференция, и было достаточно тревожно. Но все доклады были очень интересные, и видно было, насколько много работы и труда было в них вложено. Каждый доклад был очень хорошо проработан. Поднимали на конференции социальные темы, например, гендерное равноправие, команда Марии Поляковой решила рассказать о жизни Эмилин Панхёрст. Это британская общественная политическая деятельница, защитница прав женщин, лидер британского суфражистского движения. Она начала бороться за права женщин, потому что в те времена, в конце 19-го, начале 20-го века, была очень сложная ситуация. У женщин практически не было прав, они не имели права голоса. И нас это так и заинтересовало, что мы решили подробнее рассмотреть, как все-таки женщины добивались своих прав. По словам Марии, благодаря конференции она и ее сокурсники научились работать в команде, грамотно распределять обязанности внутри маленького коллектива. Кроме того, студенты получили опыт публичных выступлений. Мне очень понравилось участвовать в конференции, это незабываемый опыт. И я желаю всем попробовать себя в этом, ведь это очень необычно и интересно. Ну, хоть и волнительно, но я думаю, что каждому стоит попробовать на себе это. Екатерина Пенова, Андрей Махмудов, Александр Мальков, служба новостей Саров-24. Росатом планирует дважды повысить оклады сотрудникам в этом году. Первая индексация произойдет с 1 апреля, еще одна ожидается в сентябре. Будет произведена индексация окладов всем сотрудникам, за исключением руководителей на 10%, заявил глава госкорпорации Алексей Лихачев. Директора предприятий могут принимать и другие решения о поддержке сотрудников. Другая важная информация в подборке коротких новостей. В Сарове зарегистрированы первые обращения по поводу укусов клещами. Всего пострадали 12 человек, среди них трое детей. В основном клещи присасывались на территории города, на кладбище, в пойме реки Сатис и в районе лыжной базы. Напоминаем, эти паразиты могут переносить опасные для человека болезни клещевой энцефалит и барлиоз. При обнаружении клеща его необходимо извлечь самостоятельно или обратиться в приемный покой. Исследование клещей проводят платно в лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии Сарова. Телефон 77162. В России «Песня моя» образцовый ансамбль народной песни горницы детской школы искусств номер 2 приглашает Саровчан на концерт, посвященный юбилею коллектива. Он пройдет День молодежи 6 мая в 17.30. Вход свободный для лиц старше 6 лет. В России может закрыться половина кинотеатров из-за отсутствия репертуара. В Ассоциации владельцев кинотеатров отметили, что события последних месяцев драматическим образом изменили индустрию российского кинопроката. После ухода из страны крупных зарубежных компаний «Волт», «Дисней», «Сони Пикчерс» и «Парамаунт» наши кинотеатры столкнулись с нехваткой фильмов в прокате. Так, падение рынка в марте составило 59% в сравнении с аналогичным периодом в 2019 году. В середине апреля закрылись уже 36% кинотеатров в стране. Парк имени Зернова открыл новый сезон. Для горожан были организованы творческие площадки, детские праздники, выступления оркестра. Подробности далее. Новый объект Тепиари-парк Сафари заинтересовал горожан. Бегемот, носорог, лев и другие животные теперь стоят в парке Зернова и ждут детишек. Друзья, а мне кажется, знаете, что сейчас нам с вами нужно будет подумать и сказать. Кто первый, кстати, скажет правильный ответ, тот и получит маленький приз. Сколько пар лап в нашем Тепиари-парке у всех животных. Саровчане любят парк Зернова, посещают его семьями, дружескими компаниями. Поэтому развлечения, площадки, места для отдыха должны быть предназначены для всех целевых аудиторий. Немаленьким, немаленьким детям в парке практически делать нечего. Везде очереди, стоят толпучки, кататься не на чем. Подростки у нас, ну вот у меня сыну 13 лет, ему вообще здесь негде покататься. Ну, те же веселые горки поставить можно. Ну, я не знаю, много же аттракционов есть. Тоже колесо чертово там большое. Какие-то новую орбиту, но не такого же вида. Парк стал самым популярным местом для времяпрепровождения в Сарове. Горожане зимой и летом наслаждаются природой и атмосферой места. В принципе, всем довольны. Возможно, в будущем хотелось бы что-то реконструировать. Какие-то из данных аттракционов те же самые ракушки. Не только покрасить, но и, может быть, даже модернизировать. Безусловно, родители и дети рады появлению новых площадок в парке. Однако саровчане уже отмечают некоторые проблемы и недостатки в постройках. Вот где она безопасность. Все покрытие, вот на котором даже мы сейчас здесь на этой площадке стоим, она все волнами. Ну, как бы в какой момент что задерется, непонятно. Все наступаешь, куда-то хлюпает, проваливается. Хотелось бы, чтобы вот этот момент привели в порядок. Ну, и о какой-то глобальной перспективе. Ну, хотелось бы, чтобы парк все же приобрел современный вид как парк, ну, то есть в плане аттракционов. В новом сезоне аттракционы парка будут работать с понедельника по пятницу с 16 до 20 часов, по выходным с 11 до 20. В Дворце детского творчества прошла традиционная церемония награждения по итогам учебного года «Наши имена». 87 ребят, 4 объединения, 5 педагогических работников и 25 семей воспитанников получили грамоты Дворца. Самыми активными объединениями в этом году стали начальное техническое моделирование, керамика, палитра и волшебный микрофон. Дворца детского и юношеского творчества стала доброй традицией. Конечно, два года пандемии, для нас это много, вот даже выходить на эту сцену уже как-то непривычно. Поэтому я резонно рада, что мы с вами уже можем общаться в таком формате. И сегодня сказать друг другу большое спасибо за ту работу, которую мы провели в течение этого года. Сказать детям спасибо, объединениям, педагогам и, конечно, родителям. Самыми активными объединениями в этом году стали начальное техническое моделирование, керамика, палитра, волшебный микрофон. Украшением церемонии стали творческие номера ребят и с объединений «Звездопад» «Волшебный микрофон» и «Задуринки». Не обошлось и без подведения итогов года. Вспоминали самые яркие запоминающиеся моменты. К примеру, более 40 ребят из объединений дворца представили свои работы за год на традиционной конференции декоративно-прикладного и технического творчества «Старт». В октябре 2021 года ребята первого фотообучения приняли участие в традиционном трет-хвесте «Я дворцовец». Познакомились с историей и традициями дворца. Впервые в этом учебном году отметили праздник «День отца» фотоакции вместе с папой. А в традиционный праздник «День матери» прошел онлайн концерт «Все это, мама, для тебя». А судомоделисты организовали и провели шестое первенство города по контурным моделям кораблей, приуроченное к 350-летию со дня рождения Петра I. Всего 87 ребят, 4 объединения, 5 педагогических работников и 25 семей воспитанников получили грамоты дворца. В клубе «Мечта» Центра внешкольной работы состоялось награждение победителей и призеров ежегодного городского творческого конкурса «Что я знаю о пожарной безопасности-2022». Ребята в возрасте от 4 до 17 лет подали всего 213 работ. Стоит отметить, что данное мероприятие посвящено 130-летию со дня создания Всероссийского добровольного пожарного общества. Творческий конкурс, посвященный важнейшим жизненным правилам, добрая ежегодная традиция. Главные организаторы мероприятия «Что я знаю о пожарной безопасности-2022» Саровское добровольческое пожарное общество и специальное управление ФПС номер 4 МЧС России. Значит, с целью оповещения детей о мерах пожарной безопасности, зато город Саров проводится активный, то есть многочисленный перечень мероприятий, в которые входят занятия с обучающимися школ и других муниципальных образовательных учреждений по пожарной безопасности, занятия по ОБЖ, тренировки по эвакуации в случае пожара персонала и обучающихся. Ребята представляли работы по трём номинации. Художественно-изобразительное, декоративно-прикладное, техническое творчество и агитационный ролик. Богдан Яковлев представил три работы. Таким образом, мальчик занял одно первое и два вторых места. В своей работе я изобразил пожарных, их тренировку. Ещё мне в этом помогал мой преподаватель художки. Он мне говорил, что поправить. И благодаря ему у меня получилась такая замечательная работа. У ребят получились не только креативные, яркие, но и информационно полезные работы. Ведь чтобы создать поделку, рисунок или ролик, нужно было внимательно изучить многие правила пожарной безопасности. В Ледовом дворце торжественно открыли мемориальную доску в честь Вячеслава Логинова, человека, который внёс большой вклад в развитие спорта в нашем городе. В числе его заслуг – строительство ледовой арены. Почтить память Вячеславу Николаевичу пришли руководители города и ядерного центра. Напряжённые тренировки, сильные соперники, острые состязания. Сейчас едва ли можно представить Саров без его спортивной жизни. Но мало кто задумывается, какой долгий тернистый путь прошли основатели Федерации хоккея и футбола, чтобы юные сыровчане каждый год могли делать робкие шаги на этом поприще – учиться, совершенствоваться, побеждать. В Ледовом дворце – особый день. День памяти удивительного человека, основателя Снежной арены в нашем городе Вячеслава Николаевича Логинова. Любой спортивный праздник Вячеслав Николаевич в центре, Вячеслав Николаевич – душа, вокруг него – формальные клубы, неформальные клубы спортивные. И всегда это какие-то обсуждения. Причем какая-то неимоверная способность параллельно, вроде бы отдыхая, значит, вроде бы общаясь просто в неформальной обстановке, решать какие-то вопросы. Практически все свободное время Вячеслав Николаевич посвящал развитию футбола и хоккея в нашем городе. Однако решение многих вопросов требовало помощи. Для этого он создал футбольно-хоккейную ассоциацию Сарова. В общественную деятельность которой привлекал депутатов, руководителей предприятий, чиновников и бизнесменов. Этот человек предпочитал командные виды спорта. И главное, на мой взгляд, достижение в том, что он смог сплотить команду из совершенно разных коллективов. Это представители депутатского сообщества, администрации, руководители ядерного центра. Это представители бизнес-сообщества. И объединив эти усилия, понимая, что все эти усилия направлены на влага, удалось создать этот объект. Открытие мемориальной доски в честь Вячеслава Николаевича Логинова в Ледовом дворце – возможность еще раз отдать дань уважения и выразить огромную благодарность за развитие спорта в нашем городе. Анна Перепец, Константин Островский, Александр Мальков, Служба новостей Саров-24. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16, в социальных сетях ВКонтакте «Одноклассники». Там же вы найдете все информационные выпуски, авторские программы. В студии работала Екатерина Опенова. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Субтитры создавал DimaTorzok